Ну, в общем, те, кто сейчас пользуются интернетом, никогда отставать не будешь. Ты можешь взять, начать смотреть все наши занятия, какие-то с самого начала Евангелия от Матфея Мечта. Так что... Там беседы по скайпу, все наши... Смертные грехи, это те грехи, без которых ты, даже если ты сказал, что ты веруешь в Богу, Бог в тебя не верует. То есть, это не вера в Бога. Это первое наперво, это курение, первое наперво, пьянка, матерки. Вот они, три смертных греха, первых самых. Если ты один... Ну, вот я этим увлекался, сразу скажу, я этим увлекался, но я потом завязал. Я это один раз в 2009-м... Завязал неплохо это. Да, ну как... В 2009-м году вот я это... Ну, один раз набился, ну, мягко урожай с дочерпниками. И чуть не убил человека. С тех пор я как-то перестал, завязался тем... Ты там с милицией был связан? А? Тебя милиция тыскала? Да, меня чуть не посадили там. Ну, родители спасибо сказали нам, что я это... Ну, я человека инвалидом сделал после этого. Ну, как-то, ну, больше это не тянет. Так, ну, у тебя есть наша визитка. Значит, вот, брата звать Владимир, меня звать Игорь Владимирович, можешь обращаться. Игорь Владимирович. Можешь обращаться, ну, как хочешь. Ну, Игорь Владимирович, понятно, я же в два раза старше, у меня дочка такая, поэтому даже уже старее, уже почти тридцатка. Так что... А у тебя 24, да? Ну, восьмого будет. А, восьмого будет. Ну, уже практически мужчина. Знаешь, когда мужчина становится? Когда? В православии. Во сколько лет Христос вышел на проповедь? Я не знаю, честно. А сколько раз ты Евангелие прочитал? Евангелие? Вот, Евангелие. Я только, ну, читаю это по телефону. А у тебя есть вообще Евангелие? Да. А, да, нет. Вот, Надежда сильно пришла. Здравствуйте. Вот, гляди, вот, как вот, православные заходят в дом. Вот, гляди, вот, заходит православный человек. Давай, помогите, давай-ка я помогу, я обращаюсь помогать. Да. Вот. Сейчас, супер. Как православный человек-то заходит? Ну, как? Давай, я сейчас. В пальто никак не возьму. Да, Александр Михайлович. Хорошо, только креститесь. Человек первый раз верует. Вот так хорошо. Мир дома вашего. С вером принимаем. Да. Понял? Да. Понял. Если ты это не сказал, значит, я знаю, что ты не православный. Ну, буду тебя запоминать, стараться. Потому что Христос, когда пришел к ученикам, он сказал, мир вам. Это было первое воскресенье, когда они увидели ученики, представлены воскресенье. Мир вам. Мир вам. Да, мир вам. Мир, это значит... Мир вам, это значит, человек получает благословение этими словами. А благословение, это значит самое самосущное добро от самого Господа. Вот все, что доброго есть, вот тебе и мне, и вот брату, и сестра пришла. Не сказано повезло, что Бог наш Отец, Он есть самосущное добро. Если бы в нем была хоть капелька зла, никогда бы мы тут не собирались, никогда бы мы не изучали Слово Божие. Вот это все Господь делает для того, чтобы мы достигли Царства Небесного. Так, это Филатов Александр Иванович. Все просто, Александр Иванович. Родился 8 марта 1991 года в селе Крутихов. Ну, то есть совершенно, как говорится, в доску алтайский молодой парнишка, который не знает, что такое другая империя, кроме как сегодняшний, где он живет. А я украдился в социализме, хочу сказать. А вот претерпевшая гонение за религию, Надежда Васильевна, была с позором выгнана из школы за то, что детям говорила о Боге в свое время. Какой это был год-то? 66-й. 66-й. А потом, говорю, когда будут преподавать в школе Слово Божие, я снова вернусь в школу. И с 91-го года по 3-й, по 5-й год, по чей я преподавала. Надежда Васильевна, простите, я перебью вас, перебью вас, потом расскажете, еще мы успеем послушать. Вот человек, просто с прекрасными данными, чистый лист бумаги, практически. В 2009 году, что-то там, чуть не попал в тюрьму, по пьянке. Человек, ты его избил или что? Да, но я его чуть не убил. Ну, по пьянке, понятно, там все ясно. Ну, и вот, видать, это подействовало на него как-то, да? На тебя подействовало? Да, конечно, подействовало. Еще по лицу еще как подействовало. Сказали, что я звали. Я не могу сказать, он мне чем-то напоминает Ваню нашего. Дрога-то. Да, 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 точно. Тебе не напоминает он? Ну, может быть, да. Только тот маленький еще. Его очень небольшой. Он даже, по-моему, лицом что-то такое есть. Дело все в том, что это... Слава Богу. Я веду воскресную школу у детей. Ну, а, говорит, 4 месяца или 5 месяцев, да, завязал. Ага. Надо не завязывать, а бросать полностью. Да, бросил. Резать это дело. Ну, видишь, ты сейчас находишься посреди людей, которые даже не знают, что такое запах дыма. Благословен Господь наш, но я хоть и родился в то время, когда о Боге никто ничего не говорил и не знал. И семья была у меня атеистическая. Даже не атеистическая, а просто обыкновенная семья русских, людей советских, которые ничего не знали совершенно. Хотя мама крестилась еще в 14 лет в Покровском соборе, потому что бабушка говорила, что надо креститься. И она, говорит, такое желание прям разумелось и шла мимо церкви, потихоньку зашла и там ее... Ну, как крестили? Крещение, это есть троекратное погружение в воду. Ну, у тебя было такое крещение? Ну, я в самом детстве, я не помню, как меня крестили, я еще в молодежице крещеных Коробейникова. Коробейникова, ну, ясно, что значит мочение. То есть сейчас так не крестят. Нету крещения. Сейчас мочение идет. Покропили голову и все, да. Нет, я помню, что меня в этом, в какую-то ванну опускать, я плакал. Что, ну, задыхался, что ли водой захлебывался или что, но я помню, что я плакал, да, что... Меня погружали, что в какой-то ванна там какая-то... А сколько тебе было лет, что ты помнишь? Да, ну, года 3-4, где-то так вот. Да откуда у них там такая ванна? Его просто ставили туда и поливали все. А когда поливают, то тоже задыхаешься. Это ясно дело, в 3-4 года. Просто не было такой практики в это время. Это, если 3-4, 21 год назад, мы сейчас все высчитаем. Не волнуйся. Это 93-й год. Это с гарантией никто уже тогда не погружал. Это начало уже российской империи. Ты родился... Ты родился прямо в тот момент, когда рухнула империя. 8 марта ты родился, 91-го года. В этот момент я ложился в больницу. По причинам поднятия тяжестей, я занимался бодибильдингом, у меня развился геморрой. И меня положили. И плали в больницу. Как раз это было мне уже очень много лет. А зачем мы занимались? Чтобы быть сильным. Чтобы быть как Шварценеггер. А от этого сильного человека не будет? У него просто будут качаться в больницу. Не будет сильным человек? Да. Ты поднимешь меня? Вас его? Да. Сидим. А я тебя подниму одной рукой. И что, я сильный, не сильный? Ну, дай бог, чтобы были сильные. Ну вот, бог дал. Силушки. Поднимать штанги. Поднимать штанги. Что думаешь, если человек поднимает штангу, он не поднимет культ с мешком? Что значит человек, который культ просто с мясом? Все одно и то же. Все похуй на это же. Ну, сразу все рассказать надо. А ты пост-то соблюдаешь? Пост? Да, конечно. Ну, я только вот совсем-совсем недавно это. Раньше я тоже в протестантскую ходил. Ну, как, посещал просто протестантскую. А где? Ну, тут-то вот коммунаров. А, у баптистов-то было? Да, да. А ты там фамилии-то знаешь какие, нет? Никого не знаешь? Почему? Тебе подходили? Да. А кто к тебе там подходил? Ну, там и молодежь, там и астраханцев главная. Мы знаем, это наши хорошие приятели. Ну, он сейчас есть. А Петеримов подходил где? Петеримов нет, не знаю. Это дьякон у них. Дьякон? Я знаю, сейчас у них дьякон. Это тот у него за высинами голове, да? Да. Стас, такой пожилой уже. Да, да, да. Его жена и три дочери и сын старший, они у нас в общей. Да? Угу. Они были баптистами. Но благодаря тому человеку, с которым ты разговаривал первым, Игнать Тихонович Лапкин, ага, вот, они перешли в православие. Угу. Начали посещать тоже занятия, он вел как раз занятия, посещали, Словом Божьем. И они уверовали, что нужно не просто ходить и ломать печенюшки, а все-таки Господь прям с нами иногда бывает. Ну ладно, все впереди, если ты будешь ходить, узнаешь. Ну а не будешь. В других местах, да, Бог может. Кто-то расскажет. Буду надеяться, что буду посещать. Он в Никольском храме, говорит, там они, ну они там это, в своем там, в домике там, за Никольском. Говорит, там что-то у них происходит. Там молодежь. Молодежь там, говорит, собирается? Да. Там молодежные группы, спасательный круг, они практически сейчас в каждом храме есть. Вот на Спартаке тоже, на втором. Не курят, не пьют, да? Никто не курит, не пьет. Это первый, это было слово, как оно, как оно, слово назвалось? Слово. Слово было такое. Это Дмитрий Ростовского. Да, да, да. Это первые наши были враги, когда мы начали ходить на крещение, и там людям Евангелие раздавать. Вот такие Евангелие. Мы на крещение, когда крещение там идет, мы туда приходим и людям там раздаем вот эти визитки и Евангелие, чтобы приглашать на изучение Слова Божьего. И вот они первые были враги нашей молодежи, дерзкие такие. Ну тоже твоего возраста, помладше. А девчонка одна подскочила, дайте-ка мне. Я визитки протягиваю, она у меня раз вот так и схватила, тогда бумажные были. И прямо так, как давай вертеть. И оторвал много. Я говорю, ах ты какая, говорю, стервозная девка-то. Ага, ага. Я говорю, вот не повезло тот тому, кому ты жената будешь. Ай-яй-яй. А такая, главное, с лукасом подошла. И точно такая же была девчонка, может быть, помните, я рассказывал, в 2004 году, когда мы устраивали антипроповедь этим адвентистам седьмого дня, около 20 спорта. А это не было в студии. Там эта девчонка была, она адвентистская, ну, естественно, дочка адвентистского старейшины из этого, нет, не из Заринска, из Горно-Алтайска. И тоже такая, иди-иди-иди-иди, подошла. А что там у вас? А это что такое? Цоп у меня эти визитки вот так прям. Прямо цоп вот так. И такая, а я там разорву. Я говорю, не может быть, говорю, чтоб ты порвала. Ну и там отец идет, она, вот это тут один стоят. Он, тут нельзя ничего. Взял, порвал. Так что не одни православные так воюют. Главное, чтобы мы так не воевали. Да, слава сатанин Господи. Никаких, вот. Нет, ну если, конечно, я бы увидел что-то нечто сатанинское прям, я бы сорвал. Ничего не буду сказать. Сатанинское бы сорвал. Но, так как мы знаем, что сатанинские клубы или сатанинские секты, они своеобразно развиваются. Они таинственные. Они как масоны. Да. Чтобы не знать. Настоящие сатанисты. А те, которые там кошек в душах, да и так далее. Они открыты. Но они тоже вот как бы замаскированы. Настоящие сатанинские секты. Ну вот как это при этом, в каком году-то это было. Ну, в 12-й год. Мальчик это убили. В Одессе. В катакомбах там нашли его. Да, да. Без капли крови. И там дело в Нехлице, что ли, как-то называлось оно. Не помните. Не помните? Нет. Это очень было громкое дело. Да. Это тоже религиозно-революционное. То есть не могли понять, то ли провокация религиозно-революционеров, то ли этих... Да, сатанисты. То ли сатанисты. Да нет. Думали, что вообще масоны, может быть. Даже там. Ну, там че-то с масонами тоже связано было. То есть были такие вот дела. Сейчас, наверное, просто об этом никто не афиширует. Сейчас тоже, наверное, такое встречается. Иначе, чем объяснить иногда всплеск полиции на дорогах, и тут прям тьма бывает. И на нас... Ух ты. Ну, иначе что-то происходит, она мне повещает страшное. Убедит такое. Ну, как брат рассказывал, груз 200 он. Полицейский. Чего творял. Слышали? Нет. Фильм такой есть. Ну, рассказывает об этом деле. Говорит, где-то было в Сибири, где-то в Иркутске или где-то. Ну, то есть страшное бывает очень. Ну, мы должны как-то относиться к этому. Надо молиться. Господь нас не зря избрал. Есть избранные от Господа, такие как Яков. А брат его Исаф, он не был избран. Он погиб. Об этом Евангелие нам говорит. И будучи еще в утробе написано, вот как. Мы же должны полностью верить, Слово Божьему. Еще лучше в утробе. Один был Богом возлюблен, а другой возненавиден. То есть Бог это не просто сидит такой добрый дедушка там с бородой на весах. И всех только милует. А там посмотрел, там сказал что-то. Ой, Господи. Ну, все, значит, теперь хорошо. Нет, надо заповеди исполнять. А заповеди жестко регламентированы. Видишь, какая книга есть? Вот на столе у нас лежит Библия, Ветхий и Новый Завет полностью Библия. Слава Божьим. Книга правил святых апостолов, соборов семиселенских и девяти поместных. И святых отцов еще. Толкование. И толкование. Вот оно. Вот это толкование. Новый Завет с толкованием. То есть каждое слово черным написано. Это слово Божие. А дальше идет толкование на это. Блаженный фифилак. Блаженный фифилак. Ну, златоусты и так далее. Вот я вот у меня златоуст. Видишь, толкование златоусты называется. Это святой отец. Он умер в 707-м году. Его оболгали. Свои же православные. Отправили в ссылку. Императрица. И по дороге он скончался. Избили? Ну, его били там. Ну, не то, что там его били. Там не об этом речь идет даже. Он же сам. У него бжил желудок. Слабый. Больной был сам. А про святого? Можно вам вопрос такой? Вы сами посещаете его храмы, соборы и все? Ну, мы не просто посещаем. Мы члены Церкви Христовой. Члены Церкви Христовой. Это какой? У нас называется Кресто-воздвиженская церковь. Кресто-воздвиженская. Кресто-воздвиженская? Да, воздвижение Христа. Правда, какой есть. Я не понял. Вы отделенные православные или как? Нет, мы просто православные. Новообрядцы православные. Да, а то я думал, что это может быть отделенные там какие-нибудь православные или еще. Да нету отделенных православных. Нету? Нет. Есть отделенные баптисты. Да. Ты знаешь, почему они отделенные? Ну, они стали протестовать. Сначала католики появились, а потом уже от католиков пошли всевозможные харизматы там всякие. Не, ну это так. А почему баптисты называются отделенные, если не отделенные? Ну, потому что они отделились от православной церкви. Да нет, нет, нет. Нет. Баптисты отделились сами от себя. Был баптизм, и баптисты раскололись. Появились отделенные, и они у нас только в России. А, в смысле, вы про отделенных баптистов говорите? Конкретно про отделенных баптистов. Я запутался, да. Они отделились от таких баптистов. Они отделились, знаешь, по какой причине? По причине благовестия. Им не разрешалось другим рассказывать о Христе и воспитывать своих детей. Это самые две причины были. Это коммунисты так поставили. Иначе отбираем у вас помещение, где вы молитесь. И отделенные пошли на это. А не отделенные зарегистрировались. Они называются еще регистрированные. Слышал такое? Все дегистрированные. Ну, так вот, поэтому. Тебе не говорили о них? Да это наверное мой. Я слышал, что есть отделенные баптисты. Нет, ну ты, то, что я тебе сейчас сказал, это впервые ты услышал? Да. Ну, так вот, знай, ты многое, может быть, впервые услышишь. Мы тут всю правду говорим, поэтому, если что-то такое непонятное услышишь, то и руку поднимаем. У нас тут так руку надо поднимать. Ну, и всем видом показать, что ты что-то хочешь сказать. Поднять две руки можешь. Никаких возгласов не надо говорить, ничего. Мы тут сами все скажем. У нас тут ума палаты уже. Так что не волнуйся, ничего не упустим рассказать. Ну, видишь, ты человек молодой, совершенно не знаешь, что такое страх людской еще. Может быть, это и поможет. Да? Что, попить хотите? Попить. А что такое? Два часа и никого нету. Не знаю, почему нету никого. Пять минут уже, или неправильно часы у меня есть. Может быть, собака лает там. Собака там кто-то пришел. Пришел. А, еще без четырех минут. Зайти бы у вас. Да. Без четырех минут. Так, сейчас. У вас звонит.